Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки. Праздник Светлой Пасхи не за горами и вы наверняка уже подыскиваете удачный рецепт куличей, который хотели бы испечь в этом году. Мой сегодняшний рецепт для любителей сладкой, сдобной, влажной, я бы сказала, такой тяжеленькой пасочки. Делается она несложно, а получается именно такой, как я перечислила. В описании под видео указано количество ингредиентов. Все продукты для куличей должны быть комнатной температуры, а молоко теплым, слегка. Я его наливаю в миску и измельчаю туда прессованные дрожжи. Для куличей я использую именно такие. Из общего количества я беру несколько столовых ложек сахара, добавляю сюда, перемешиваю. И также беру муку, тоже из общего количества, я беру приблизительно 150-200 граммов и перемешиваю. Получается опара, которую нужно будет оставить на 10-15 минут, чтобы она увеличилась минимум вдвое. Накрываю пищевой пленкой и отставляю в сторону. С лимонов и апельсинов аккуратно снимаю цедру. Стараюсь так, чтобы не задеть белую часть. В большую миску вбиваю яйца, добавляю весь оставшийся сахар, ванильный сахар и соль. И буду взбивать миксером где-то 7-8 минут до пышной светлой массы. Она должна хорошо увеличиться в объеме. Сначала делаю это на небольшой скорости, а затем скорость миксера увеличиваю. Когда уже масса стала пышной, добавляю сюда мягкое сливочное масло. Его обязательно нужно достать заранее из холодильника, чтобы оно было комнатной температуры. И снова взбиваю миксером, так чтобы все ингредиенты объединились. Далее выкладываю сюда всю цедру и снова перемешиваю. Уже на небольших оборотах. Опару у меня, как видите, очень хорошо подошла. Я ее всю выкладываю в тесто и перемешиваю. И теперь постепенно ввожу сюда оставшуюся муку и замешиваю тесто сначала силиконовой лопаткой прямо в миске. Добавляю муку по чуть-чуть, так как уходит ее, бывает, чуть меньше, либо чуть больше. В общем, ориентируюсь на консистенцию теста. Оно не должно быть забитым. У меня очень много пасочек я выпекаю, поэтому тесто много. Естественно, что ему подниматься некуда в одной миске. Я решила его поделить пополам. Руки смазала растительным маслом и примерно половину выкладываю в другую миску. И уже каждую часть теста буду вымешивать еще приблизительно около 5 минут с небольшим добавлением растительного масла. Так, чтобы не прилипали руки и чтобы уже более муки не добавлять. Ну, где-то еще 5 минут у меня ушло на вымешивание. Тесто я округлила, накрыла пищевой пленкой. Точно так же поступаю со второй частью теста, которая у меня осталась в первой миске. Вот так вот его хорошо подмешиваю вовнутрь. И тоже накрываю пищевой пленкой, отставляю на расстойку в теплое место. Тесто очень сдобное, оно тяжелое, в нем много сливочного масла. И естественно, что быстро оно не подойдет. На расстойку уйдет приблизительно 2 часа. В это время я замочу сухофрукты. У меня здесь клюква, изюм и вяленая вишня. Я заливаю кипятком и оставляю где-то на 5-10 минут. Затем я этот кипяток сливаю. Также я буду использовать еще вот такие вот цукаты. После того, как я слила кипяток, я очень хорошо просушила бумажными полотенцами изюм и сухофрукты. И добавляю немного муки, так чтобы потом все эти сухофрукты хорошо вмешались в тесто. Как видите, тесто у меня очень хорошо подошло. На это ушло ровно 2 часа. Я выкладываю на столик сначала одну часть теста и вот так вот прямо распластываю руками. Видите, как оно хорошо поддается. Его не нужно даже раскатывать. Выкладываю сюда половину изюма и все цукаты. Я решила часть сделать с изюмом и с цукатами, а вторая часть у меня будет с изюмом и вяленой вишней и клюквой. И теперь я вот так вот вовнутрь теста подворачиваю и вмешиваю, так чтобы все равномерно распределилось. С этим тестом очень легко работать. Оно достаточно жирное, оно не прилипает к силиконовому коврику. Муки я ни в коем случае больше не добавляю. В общем, одно удовольствие его вымешивать. Раскладывать я буду вот по таким вот бумажным формочкам. Их смазывать не нужно. Отделяю часть теста, округляю. Стараюсь так, чтобы потом была, конечно, красивая шапочка, но не всегда это удается. И заполняю формочки примерно наполовину или чуть меньше. Потому что пасочки хорошо, когда подойдут, то они заполнят собой приблизительно всю форму. Конечно, желательно прятать вовнутрь изюм и цукаты, но не всегда это получается. Поэтому вот так вот как есть. Раскладываю по большим формочкам и потом буду использовать еще форму немного меньшего диаметра. Все в описании я укажу, в каких формах. И также я теперь буду поступать и со второй частью теста. Выкладываю из миски, распластываю. И сюда я добавляю вторую часть изюма, которая у меня осталась. И вяленую вишню вместе с клюквой. Все это тоже хорошо буду вмешивать. Приблизительно на это у меня уходит 5 минут. Собираю все тесто в середину. Накрываю вот так вот клюкву и все сухофрукты. И вымешиваю. Из этого количества продуктов у меня получается 17 куличей. Размер формочек я обязательно укажу в описании под видео. Я их накрываю пищевой пленкой и оставляю на расстойку приблизительно на 1 час. И когда уже куличи хорошо подойдут, я их выпекаю частями, где-то по 4-5 штук, в хорошо разогретой до 180 градусов духовке примерно 40 минут. Готовность обязательно определяем деревянной шпажкой. Она должна быть абсолютно сухой. Приготовлю глазурь. У меня сегодня самая обычная. В миске у меня сахарная пудра. В нее я постепенно добавляю лимонный сок и перемешиваю. Чем мне нравится эта глазурь, что густоту и консистенцию можно ее очень просто регулировать путем добавления ингредиентов. Если, например, вы перелили сока и вам кажется, что глазурь жидкая, то просто добавьте еще сахарной пудры. Она достаточно вкусная. Она быстро застывает, неприхотливая. И затем я вот так вот обмакиваю шапочку куличей прямо в глазурь. И если там получаются у меня какие-то прогалины, то я уже все это исправляю ложкой. Ложкой промазываю, если мне что-то не нравится. И украшаю потом по своему усмотрению. В этом году у меня обычная посыпка, так как я выпекала много куличей и особого энтузиазма для украшения у меня уже не было. Поэтому я посыпала обычной кондитерской вот такой вот посыпкой. А теперь разрезаем и смотрим. Действительно кулич получается очень влажный, такой тяжеленький, мокренький. Очень похож на бабушкин кулич, который она выпекала в печи. Если вы любитель воздушной выпечки, то вам, возможно, такой кулич не понравится. Но я уверена, что найдутся желающие выпекать такой вот влажный, мокренький кулич. Желаю вам удачной выпечки, вкусных куличей. Всего вам доброго, до новых встреч, мира и добра. Всем пока!